Что делать, если ваши права нарушили? Кто поможет их защитить? Об этом сегодня поговорим со специалистами юридической компании «Юрист-159». Никто из нас не застрахован от возникновения конфликтов, споров и сложных жизненных ситуаций. Но обычному человеку не просто самостоятельно разобраться в законодательстве, да и не всегда на это есть время. В таких случаях необходима помощь профессиональных юристов. Ксения, какие услуги оказывает ваша юридическая компания? Ну, если говорить в общем, то мы занимаемся гражданскими и административными делами. Гражданские дела, такие как семейные споры, жилищные споры, споры с наследством, споры по защите прав потребителей, дела, касаемые аварийного жилья, арбитражные вопросы, также, естественно, решаются трудовые споры. Юристы помогают пройти процедуру банкротства, решают проблемы с банками, помогают восстановить справедливость участникам ДТП. А может ли человек самостоятельно обратиться в суд, не пользуясь услугами юриста? Конечно, обращаться в суд самостоятельно можно, никто не запретит ему обратиться, однако пренебрегать услугами юриста я не советую, потому что есть много разных нюансов, о которых знает исключительно только юрист. Именно юрист поможет вам сформулировать верно поставленные вопросы, поставленные цели и задачи, которые мы хотим достичь. Опытный юрист подберет быстрый и эффективный способ решения проблемы и поможет выйти из сложившейся ситуации с наименьшими затратами. Какие затраты несут клиенты и стоит ли экономить на юридической помощи? Ну, здесь я вам процитирую 98-ю статью Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В стороне, в пользу которой состоялось решение суда, возмещаются все расходы, судебные издержки, в том числе и юридические услуги. Мы беремся за те дела, которые перспективны. То есть, если мы видим, что изначально дело невозможно выиграть или закон не позволяет нам этого сделать, мы прямо говорим об этом клиенту. Мы за честность, за то, чтобы человек не тратил лишние деньги. Наша компания оказывает юридические услуги на постоянной основе. И также мы можем предоставить рассрочку платежа, если человеку накладно оплатить всю сумму сразу. Юристы могут оказать помощь в самых разных ситуациях. Одним из сложных дел было обращение пенсионерки, которой пришлось подписать договор займа под залог квартиры. Самое главное, нам нужно было добиться, чтобы данная квартира не ушла в счет залога, потому что это было единственное жилье. Краевой суд наши исковые требования удовлетворил, и договор залога признал недействительным. Слоган компании «Не бойся защищать свои права». Как показывает опыт, чаще всего люди чувствуют беспомощность, пускают дело на самотек, считают, что проблема нерешаема. На самом деле нужно защищать свои права. Чем больше мы будем этим заниматься, тем больше виновное лицо будет чувствовать ответственность, и тем лучше будет наш город, наш мир. Люди зачастую думают, что это сложно обращаться, что это затратно, проблемно, и много времени для этого необходимо. Хотя на самом деле достаточно всего лишь обратиться к нам, к специалистам, квалифицированным специалистам, обладающим высшим юридическим образованием, которые избавят вас от этой проблемы, и все это дело доведет до конца, и вы получите результат, о котором мечтали. Не бойтесь защищать свои права. Профессиональные юристы помогут выиграть самое сложное дело. Я продолжаю знакомить вас с социальными предпринимателями нашего города. Сегодня мы в Школе искусства и инноваций «Разумов». В Пермском крае активно развивается социальное предпринимательство. Этому способствуют меры поддержки, которые предоставляет Центр инноваций социальной сферы. Он был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по поручению Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края. Социальные предприятия работают по разным направлениям. Одно из них – это сфера образования и творческого развития детей и взрослых. Школа искусств и инноваций «Разумов» – это современный образовательный центр с профессиональным оборудованием для обучения взрослых и детей изобразительному искусству и диджитал-арт. У нас очень много различных направлений, такие как графический дизайн, скетчинг, живопись, VR-живопись, рисование на iPad. На занятия приходят взрослые и дети с разным уровнем подготовки. Здесь преподают основы изобразительного искусства, учат работать с разными материалами, знакомят с профессиональными художниками, помогают воплотить в жизнь любые творческие идеи. Многим детям интересны курсы рисования на планшетах iPad. Графические планшеты и стилусы для занятий предоставляет школа. Также мы проводим дни рождения и корпоративные вечера в стиле арт. Учим красиво и эстетично отдыхать. Мы первые и единственные в городе, кто проводит обучение soft skills с применением кубов кубора. Наша школа исполняет мечты вашего детства. Мы научим вас рисовать, петь, танцевать. И возраст не имеет значения. С нами каждый человек, независимо от количества опыта, знаний, навыков и возраста, сможет раскрыть свой творческий потенциал. Меня часто спрашивают, как руководители Центра инноваций социальной сферы, почему название такое у нашего центра. Какие инновации у социальных предприятий. На примере школы разумов мы можем определенно говорить, что социальные предприниматели своей деятельностью, своей работой могут менять социальную сферу. Они используют новейшее оборудование в своей работе, они используют инновационные подходы в образовательной сфере. Центр инноваций социальной сферы оказывает комплексную поддержку предпринимателей. Можно проконсультироваться по вопросам ведения своего бизнеса, повысить уровень знаний, установить новые деловые контакты. Тот, кто еще только собирается стать социальным предпринимателем, у кого есть социальные инициативы, может обратиться в Центр и получить подробную информацию о том, как начать свой бизнес-проект, узнать о способах продвижения и мерах государственной поддержки, принять участие в образовательных программах для повышения профессионального уровня. Школа разумов стала одним из победителей конкурса грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Для участия в конкурсе предприятие прошло бесплатное обучение в рамках акселерационной программы в сфере социального предпринимательства Центра «Мой бизнес». Победа в этом конкурсе позволит на средства гранта закупить новые инновационные оборудования для обучения детей, а именно конструкторы Кубора, что сделает занятия в школе еще более увлекательными и интересными. У социальных предпринимателей нашего края много интересных идей, а меры поддержки помогут их реализовать. Ну, Лена, как успехи? Я вот что поняла. Если тебе кажется, что нужно что-то поменять в своей жизни, значит, тебе не кажется. Мудрое замечание, Лена, даже добавить нечего. Мудрое замечание, Лена, даже добавить нечего.